Которая называется BabyLeta. Я рад всех приветствовать, кто сейчас здесь в аудитории. Давайте еще раз проверим, слышно ли меня, есть ли звук. Поставьте плюсики или минусики в чате, чтобы я был уверен в том, что все слышат меня. Плюс. Хорошо. Хорошо. Плюс. 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 Замечательно. Итак, да, плюс. Отлично. Скажите, как ваше настроение? Готовы ли вы потренироваться и узнать нечто новое о сексуальности, о том, как становиться сексуальной девушкой? Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы. Как настроение? И готовы ли вы начинать? Отлично. Отлично. Плюс, плюс, плюс. Замечательно. Замечательно, уважаемые девушки. Замечательно. Я вижу, что не только у меня происходит такое, что можно писать только на английском. Думаю, ничего страшного. Но никаких языковых барьеров у нас нет. Будем переводить легко. Настроение задорное. У Любови Лариса говорит «Да-да-да». Роза готова. Итак, мы начинаем. Меня зовут Александр Ватолин. Я психолог. Я тренер. Занимаюсь созданием музыки и проведением вебинаров. И совершенно случайно я наткнулся на фестиваль Баби Лето. И буквально в последние дни успел вписаться. И вот таким образом я закрываю теперь фестиваль. Ответственное событие в моей жизни. Я занимаюсь саморазвитием людей. Тех, которые желают становиться эффективнее. Не важно, это девушки, парни, мужчины, женщины. Все-все-все. Все возрасты покорны. Мой сайт ватолин.инфо. И там, в принципе, можно обо мне больше информации узнать. Вот в начале просили, перед тем, как я вступил сюда в этот фестиваль, прокомментировать каким-нибудь образом вот главную заставку. Ну, даже не знаю. Заставка как заставка. В принципе, тут все сказано. Сегодня 21 октября. День закрытия вебинара на портале Webinar Market. Спасибо им огромное за это событие. И давайте, наверное, переходить к делу. Данный вебинар будет называться... Так, куда-то у нас ускочил слайд. Еще разок. Давайте вот так вот. Так, это обо мне. Вот. Сегодняшний вебинар называется «Как стать самой сексуальной и притягательной девушкой». Собственно, предпосылка для данного вебинара — это мои наблюдения. Потому что женщины считают, что, по сути, умение одеваться, умение хорошо выглядеть, дает им серьезные такие шансы перед мужчинами, перед тем, как завоевать мужчин. И, по сути, на самом деле, это все важнее женщинам почему-то, чем мужчинам. То есть, мужчину мода мало цепляет. Потому что это не прописано у нас в генах. Человечество жило многие тысячи лет, абсолютно не зная никакой моды, не используя даже украшения, ну или используя их только вот как... Как принадлежность к какому-то роду, к какому-то племени, либо как обменная монета. Вот. Но, тем не менее, женские журналы, сами женщины продолжают передавать вот эти вот мифы о том, что хорошо выглядеть, модно одеваться, дает возможность быть соблазнительной, быть привлекательной для мужчин. Более того, я почитал несколько женских журналов, которые расположены в интернете. И там говорилось о том, что есть девушки, которые обладают внутренним магнетизмом, которые есть с рождения. Есть о том, что и эти девушки, между прочим, по мнению этих журналов, больше завоевывают мужчин, нежели другие девушки. Это весьма странно и невозможно никак проверить. Вот. Светлана пишет, почему речь идет о завоевании мужчины, о привлечении внимания. Я сейчас объясню Светлане. Сейчас. Пару секунд, и мы перейдем к этому. Вот. Прежде давайте разберемся с тем, что не работает или что мало работает. Вот. То есть, есть такое мнение, что наиболее привлекательные девушки, это те, у которых оргазм постоянный. Есть те, которые... Есть... Некоторые журналы считают, что более раскрепощенные девушки лучше привлекают мужчин, и более сексуальные притягательные для них. Есть те, которые говорят о том, что камни, медальоны, амулеты. Речь идет о соционике периодически. Но все это очень трудно проверить, и все это нереально. То есть, журналы, гадалки и все остальные, собственно, и рассчитывают на то, что никто особо-то проверять это не будет. Такие вещи. Вот. Я сегодня буду рассказывать о тех вещах, которые реально способствуют соблазнению, реально способствуют успеху у мужчин. Эти вещи привлекают мужчин более всего. И тут даже речь пойдет больше не о сексуальности, потому что это физиология и психологический процесс, а больше о сексапильности. То есть, об умении привлекать, вызывать сексуальные фантазии. Вот так. По сути, должно было называться, как стать самой сексапильной. И давайте, вот чтобы развить эту тему совместно, в дискуссии, в диалоге, я вам задам вопрос. Как часто на вас, девушки, смотрят мужчины? Спасибо большое, Елизавета. За комментарии об интересном начале. Итак, как часто на вас с интересом, с желанием, с восторгом, может быть, смотрят мужчины? Напишите, пожалуйста, в чате, как это часто происходит. Насколько часто? Светон, давайте критерий частоты ваш. Так часто, как мы на них смотрим. Вот это, кстати, интересно, интересно. Это близко к нашей теме. Так, мне хватает. Но это не конкретный критерий. Давайте тогда, вот сколько раз в день тогда смотрят? С желанием, с восторгом, с интересом. Сколько раз в день такое происходит? Если не в день, то в неделю. Напишите, вот, как, как, какие-то конкретные цифры. Чем больше обнаженки в одежде, тем чаще. Но это естественно. Это, это самый простой метод. Почти постоянно с интересом. Четыре-пять раз в день. Вот, хорошо, замечательно. Замечательно. А скажите, как часто при этом они подходят к вам знакомиться? Часто каждый день ловлю на себе заинтересованные взгляды и смущаюсь, опускаю глаза, ничего не смогу с собой поделать. Вот пишет Анна. Вот после этого вебинара сможете. И очень много интересного. Поделать, я имею ввиду. Так, как часто знакомиться? Подходит. Смотрят почти всегда. Смотрят часто. Да, замечательно. Вот. Насчет этого я даже не сомневаюсь. Как часто знакомиться? Подходит. Не часто. Вот. Первый ответ пошел. У кого еще как? Если взгляд пресекается с моим, то и подходит. Вот. Интересно. Любовь. Прям получается у нее притягивать мужчин. Сейчас мы вот проверим на той информации, которую я буду давать. Так ли она это делает или не так, как я предлагаю. Очень редко. Так. Вот. Не часто. Если пересекается и очень редко. Вот такие три ответа у нас пока есть. Еще какие-то ответы будут. Знакомиться не часто. Иногда неожиданно подходит или догоняет. Ну вот опять же, знакомиться не часто. Но неожиданно подходит. Это тоже интересно. Так. Ну в общем, если бы мы провели сейчас голосование или какое-то соотношение, то получилось бы в лучшем случае один к десяти взгляд к подходам. Так происходит. Почему? Потому что мужчина просто-напросто стесняется знакомиться. То есть для того, чтобы он познакомился, ему надо... Вот любовь хочет узнать, что притягивает. Сейчас узнаете. Сейчас узнаете, любовь, обязательно. Что притягивает к вам мужчин. И все девушки, которые здесь, тоже узнают. Итак, мужчина стесняется знакомиться. Для того, чтобы познакомиться, ему нужен хороший пинок под зад. И этим пинком выступает ваша сексуальность, как правило. То есть чем более вы сексуальны, чем более вы притягательны, тем скорее тестостерон в крови у мужчины так закипит, что он сам сделает эти первые шаги к вам, подойдет и начнет знакомиться. И вот без этого первого шага и не состоится знакомство. Почему? Потому что в нашей культуре не принято, чтобы девушка первая подходила знакомиться. Да, такое происходит. Да, бывает. Но это настолько редко, настолько практически нереально, что проще инициировать знакомство со стороны мужчины. Кто-то из вас уже догадался, как это можно сделать? У кого-то есть предположения по поводу этого? Может быть кто-то уже знаком с тем материалом, который я буду? Смайл. Отлично. Это один из методов, говорит нам Анна. Помимо смайл, еще есть. Это совокупность методов, которая называется... Которая называется... Ну, 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 никто не будет отвечать у нас. Кто-нибудь, может быть, сейчас напишет... Я даже знаю человека вот здесь в аудитории, который знает ответ. Наверное, поэтому он и не пишет. Обаяние. Ну, да, да, это близко. Это проявление обаяния. Мы сейчас будем говорить именно о тех проявлениях, которые можно реально увидеть в женщине. И те проявления, которые можно и натренировать. Ладно, не буду томить, как просят Светлана. Это ССС или скрытые сексуальные сигналы. Кто-нибудь слышал о таком? Скрытые сексуальные сигналы. Пока ответов никаких нет. Вот пишут, что нет. Так, дело в том, что эта информация была отдана... Вот только что услышали. Эта информация была отдана мужчинам для того, чтобы они начали замечать эти скрытые сексуальные сигналы в женщинах. Сейчас я передаю эти знания вам, чтобы вы могли не просто ждать, пока появится мужчина, который знает о сексуальных сигналах, а инициировать эти сексуальные сигналы так, чтобы они были максимально заметны каждому мужчине, которого вы хотели бы обольстить. Скрытые сексуальные сигналы – это не речевые или не вербальные сигналы. То есть то, что не произносится вслух, то, что исходит от вашего тела. И эти сигналы посылает каждая женщина, которая привлечена каким-либо партнером. То есть тело женщины реагирует на потенциального партнера, который ей нравится. Для этого есть порядка 30-40 разнообразных движений, жестов, мимических в том числе, которые могут происходить непроизвольно, то есть помимо вашего желания. И чаще всего они происходят с вами. Но они настолько зажаты, настолько незаметны практически мужскому глазу, что мужчина даже не успевает понять, что это было ССС или же просто ему показалось. Таким образом, вам надо будет в некоторой степени утрировать этот скрытый сексуальный сигнал. Какой-либо из тех, которые я сегодня перечислю, их будет около 15-20, возможно. И затем уже пользоваться ими. Любовь спрашивает, а почему тогда знакомиться? Не всем же подаешь сигнал, а некоторые мужчины даже не замечают. Дело в том, что некоторые замечают. Некоторые могут просто знать о скрытых сексуальных сигналах. Это первое. Второе. Некоторые мужчины могут не знать о скрытых сексуальных сигналах и тем не менее чувствовать их и подходить знакомиться. Третье. Некоторые мужчины могут не знать о скрытых сексуальных сигналах, но просто и не чувствовать их, но просто хотеть подойти с вами познакомиться. То есть, не обязательно даже мужчина будет реагировать на скрытый сексуальный сигнал. Он может и просто подойти. Да, наугад. Но если вы ему посылаете такой сигнал, то он подойдет к вам с вероятностью 95-99%. Вот так вот все это объясняется. Чем еще хороши эти сексуальные сигналы? Тем, что вы можете проверить, насколько они хорошо работают. Прямо по ходу вебинара. Можете выйти после вебинара куда-то в клуб или бар. Можете в компании выйти и попробовать на ком-то. На домашних войти попробовать. На мужа. Еще на ком-то. На братьях-сестрах. И так далее. И они будут работать. Кто-то их заметит, потому что вы их будете утрировать, усилять. Кто-то, может быть, не заметит. Просто как-то по-новому на вас реагирует. Чем еще они хороши? Тем, что независимо от вашего роста, от вашего веса, от вероисповедания и подобных каких-то факторов социальных, они все равно будут работать. То есть вам не обязательно быть худышкой, толстушкой, высокой, низкой, средней, с рыжими волосами или шатанкой. Не важно. Всегда, в любом случае, они у вас работают. Давайте начнем. Давайте я буду сейчас показывать слайд с одним из сигналов. А вы будете писать, пользовались ли вы когда-то этим сигналом или нет. Потому что, когда я проводил семинар, большинство девушек сказало, что они этим пользовались хотя бы раз в жизни. Хотя бы одним из этих сигналов, перечисленных. У них был такой опыт. И у вас наверняка был просто их надо будет утрировать. Ну давайте, поехали. Готовы, да? Так. Итак, вот у нас первый скрытый сексуальный сигнал. Видно, да, всем? Вот мне, честно говоря, не видно. Потому что мне тут мешают какие-то дополнительные панели. О, да! Так. Плюс, естественно. Так, как же мне убрать-то, господи, эту панель? Лариса, может быть, поможете, объясните, что сделать вот с этой панелью, чтобы я целиком мог видеть слайд? Как-то прям вот непонятно даже, что я показываю до конца. Как она проявляется? Да очень просто. Представьте себе, мужчина... Ага, кнопка в нижней панели. Хорошо. Да-да, все нормально, все хорошо. Итак, мужчина заходит... Да, у девушки действительно классный костюм. Мужчина заходит в помещение, где сидит девушка. Девушка видит его. И у нее, независимо от ее желания, начинает выпрямляться спина. Автоматически. Выпрямляется спина, происходит некий тонус мышц, и это и есть первый сексуальный сигнал. Он простой, он незамысловатый, вам ничего практически не надо сделать, вам только выпрямиться и посмотреть на мужчину. Серьезно. И это происходит почти всегда, просто надо сделать так, чтобы мужчина обратил на это внимание. Вот, ну, так как сигнал не слишком ярко выраженный, я буду сейчас говорить от менее интенсивных к более интенсивным, то, соответственно, не факт, что его каждый-то заметит. Поэтому давайте двигаться дальше. Вот, более того, я, кстати, предлагаю вам сейчас поставить зеркало перед собой или же видеокамеру и посмотреть на себя со стороны, как вы выглядите, когда вот этот сигнал делаете, когда вы показываете. Потому что со стороны взгляд он более выгоден, более удобен. Вы сами о себе больше поймете, когда попробуете. Отлично. Наталья, покупайте. Замечательный костюм. Итак, дальше. Позирование. Тут, помимо осанки, еще... Что делает девушка? Она... Позирует, да? Она просто показывает... Все самое лучшее, что у нее есть. Ну, то есть, помимо костюма, естественно. Вот, это и попа, и корпус, который повернут к мужчине, и... Что-то вот во взгляде меняется, да, и машину свою, конечно же, показывает. Вот. И это делает также 100% мужчин... Женщин, когда видят привлекательного мужчина. Опять же, я вот хочу задать вам вопрос. Осознаете вы это или нет? Бывало ли с вами такое или нет? Вот, вот это важный вопрос, чтобы вы о себе больше поняли даже. Это вопрос вам, не обязательно даже сейчас в чате озвучивать его. Просто подумайте, просто вспомните какие-либо ситуации, которые происходили с вами. Именно вот в присутствии мужчин. Вот, поехали дальше. Так, женская болтовня. Как только две девушки сидят вместе, видят привлекательного мужчину, что они делают? Они начинают обсуждать, хихикать, болтать между собой, обмениваться какими-то взглядами, в том числе и с мужчиной. Если они это делают, да, да, начинают шушукаться и периодически могут поглядывать на мужчину. Это тоже является скрытым сексуальным сигналом, который, кстати, ну не каждый мужчина может понять как сексуальный сигнал. Скорее, он может это понять как насмехание над ним. Вот, поэтому этим лучше не злоупотреблять, а переходить к следующему сразу сигналу. Так, про прихорашивание, да, будет сейчас, сейчас будет, да, Ксения вот, включает. Так, вот здесь картинка не совсем, может быть, подходит. На самом деле здесь больше, может быть, из-за какого-то препятствия. Допустим, из-за меню или, ну, может, дверь какая-то, да, то есть девушка подглядывать может, играть в такие гляделки своеобразные с мужчиной. Вот это уже более сильный сексуальный сигнал, который уже практически каждый мужчина, да, из-за спины подруги можно выглядывать, каждый мужчина практически может принять за то, что с ним заигрывают, за то, что его хотят видеть в своем ближнем окружении. Вот. Вспоминайте, вспоминайте случаи. Если что-то у вас было, можно, в принципе, отписываться в чате. И дополнительно пробуйте сейчас каждый из этих сигналов, как бы вы его делали, как бы это происходило с вами, если бы вы сейчас вот встретили симпатичного мужчину. Видно, да? Как вам такой сексуальный сигнал? Кто-нибудь пробовал такое? Это еще один, вот, кстати, Любовь говорила про то, что глазами как-то встречается. Вот еще один из... О, да, я постоянно так делаю и зря. Осваиваем. Так, а почему зря, Светлана? Почему зря? В чем... Что неправильно, что не получается? Вот тем, кто осваивает, объясняю, что надо смотреть вниз и в течение 45 секунд, даже, может быть, чуть меньше, 30 секунд, посмотреть еще раз на мужчину. Ага, вот Любовь пишет, что это обо мне. Не совсем так, Светлана. Почему же застенчивать сразу, как старомодность? Вот, видите, Любовь, допустим, пользуется и нормально все получается, как она говорит. Так что, не знаю, это какие-то внутренние ваши убеждения, Светлана, насчет старомодности. Вот, поэтому в течение 45 секунд не забываем о том, что вы все-таки с мужчиной, и посмотреть на него надо. Еще раз. Вот что важно в этом скрытом сексуальном сигнале. Переходим к следующему. Вот взгляд искоса. Тоже может наблюдаться при шушукании с подругами, может наблюдаться где-то в общественном месте, где-то в баре. Да, так все внутренние драканы. Ну да, конечно. Абсолютно везде работает, если вы поглядываете искоса на мужчину. То есть, стоит ему 2-3 раза заметить это, и он уже от вас с трудом отстанет. Мягко говоря. Вот. Дальше усиливаем сигналы. Усиливаем сигналы. Здесь уже мы наблюдаем вот то, про что говорили вначале. Легкая обнаженка или эксгибиционизм, так называемый. То есть, здесь вот девушка на слайде приоткрывает часть бедра. И при этом она делает еще и застенчивый взгляд. То есть, тут 2 сексуальных знака, конечно же. Но вот понятно, что легкое обнажение, неважно это бедро или лямка случайно упала какая-то, или шея приоткрылась. То есть, все это скрытый сексуальный сигнал. Такая вот хитрая, да, действительно. Как правильно подмечает любовь. Как сказали мне, это классика жанра. И действительно такое, и в фильмах американских, и в жизни встречается. То есть, поигрывание туфелькой. Еще один сексуальный сигнал, который уже более откровенен. Особенно, если делается именно носком в сторону мужчины. Вот как здесь, собственно, на слайде. Ну, для русской зимы, конечно, не слишком подходит, но все же. А если лямка действительно случайно упала, как спрашивает Ксения, то вам никто, скорее всего, не поверит. Никакой мужчина. Так, любовь с чем-то не согласна. С чем? Насчет того, что зимой это трудно, поигрывать туфелькой? Или с тем, что вообще поигрывать туфелькой? Как-то не очень. Или с чем? Вот как-то я не совсем понимаю, с чем не согласна. Ага, когда качают туфлей, значит, раздражена. Вот. Можно это интерпретировать и по-другому, и как и с ССС. То есть, тут зависит от интенсивности сигнала. Если речь идет о раздражении, то туфля будет раскачиваться резко. Резкие взмахи ногой, подергивание. И это и есть, да, проявление нервозности. Но, если речь идет о сексуальности, то здесь плавность. Здесь мы имеем дело с легкими покачиваниями. Да, действительно. Да, вот, любовь согласна. Вот. Поэтому здесь плавно нога движется вперед-назад. Не спеша. И таким образом возбуждает сексуальные фантазии мужчины. Так, далее. Еще один жест, который тоже, в общем-то, очень популярен. И в основном используется в рекламе. Или же для моделей, которые фотографируются. То есть, они всегда показывают обнаженные подможки. Если говорить про ситуацию общения, то здесь можно это использовать тоже очень просто. Собственно, закинуть одну руку за голову не составляет никаких проблем ни для какой девушки. Также, если вы сейчас сидите перед зеркалом, можете попробовать посмотреть на себя, как вы выглядите, когда делаете этот скрытый сексуальный сигнал. Ну и также, естественно, вспомнить, делали ли вы их или нет когда-либо. Вот еще более интенсивный, еще более мощный сигнал, который, в общем-то, уже звучит как серьезный такой намек на то, чтобы начать некие отношения с мужчиной. Это игра с украшениями, как вы видите. Здесь игра может быть и с сережками, и с бусами, и даже... Ну, в общем, что-то в голову вот только это приходит. Вот. Для того, чтобы эта игра стала еще более изысканной, еще более сексуальной, и вам больше удовольствия доставила, можно проводить ее средним и безымянным пальцем. Это самые чувствительные пальцы, и они придадут большую сексуальность тому, что происходит. Вот такой вот скрытый сексуальный сигнал. Вот дальше пошло у нас обнажение шеи. Ну, то есть, за подмышками следом шея, шея еще более сексуальная. Тут объясняется таким образом, что когда в животном мире, когда животное проигрывает, оно подставляет шею победителю, чтобы тот нанес удар. В данном случае это именно проявление женственности, именно подставить шею довериться мужчине. Вот, пожалуйста, прихорашивание, о котором говорили. Здесь все просто. Прихорашивайтесь, смотрите в зеркало, и периодически поглядывайте на мужчину. То есть, давай ему понять, что вы не просто так смотрите-то в зеркало, а ради него это делаете. Угу, игра с волосами. Здесь продолжение, в общем-то, темы игры с украшениями, но вот с тем, так сказать, что под рукой. И опять же, наматывая, разматывая волоски или как-то еще играя с ними, опять же, здесь взгляд немаловажную роль играет, потому что, чтобы мужчина понял, что вы ему намекаете, что вы ему посылаете эти ССС, надо приложить некоторые старания. Вы еще здесь? Вы еще не уснули? Я понимаю, что вечер. Так поздно, наверное, вебинаров-то еще не было. Вот. Скажите, милые девушки, милые дамы, вы здесь? Плюс, плюс, плюс. Так, отлично. Хорошо. Угу, с интересом слушаем. Ну, замечательно. Давайте тогда продолжать. Вообще, сильный сигнал, который... Да, сильный сигнал, который... Ну... Просто штабелями положит кучу мужчин к вашим ногам. Это поглаживание, как вы видите на слайде, и оно может проявляться вообще в любой части тела. Обычно поглаживают где-то в районе шеи, в районе ключицы, плеча, ближе к грудям. То есть, где самые такие открытые и более сексуальные зоны у женщин. Те, которые социально приемлемы, социально открыты. Вот. То есть, поглаживая, вы уже серьезно намекаете на какие-либо отношения. Сейчас будет еще еще сильнее. Обычно такое, ну, вот, покусывание и следующий скрытый сексуальный сигнал проделывают уже женщины, которые, скорее всего, под шофе. То есть, для того, чтобы раскрепоститься, они чуть-чуть выпивают и дальше уже могут себе позволить и таким образом общаться с мужчиной. И на таком уровне показывать свое отношение к нему. То есть, здесь у нас облизывание губ идет и, ну, это уже совсем серьезно. Я даже не знаю, вот кто-то сейчас откроет секрет, кто-то использовал этот сексуальный сигнал или нет, или духу ни у кого не хватало. В принципе, я не обязательно говорю о том, что в алкогольном опьянении надо это проводить. Да, намеренно, намеренно. Не было надобности. Да, покусывание губ. Предыдущих хватало. Ну да, это уже настолько сильно, что, в общем-то, даже дубы-колдуны поймут, что вы их соблазняете. Вот, поэтому я даже не знаю. Вот, собственно, покусывание, о котором речь шла у Елизаветы. Покусывание, облизывание. Ксения пишет, вряд ли, а вот ловил у себя на том, что облизываю губы в виде привлекательного мужчину. Такое было. Вот, ну, пожалуйста, проявление. То есть, всегда вот эти ССС проявляются тем или иным образом. Я о том и говорю, что вспоминайте, вспоминайте те случаи, которые с вами это было, с вами происходило и понимайте, что это, в общем-то, ваше, это естество. Елизавета пишет, облизывать губки как-то уж чересчур, только с уже соблазненным можно. Ну, да, действительно, чтобы решиться на такой шаг надо, надо быть очень уверенной женщиной. Очень уверенной. Вот, Наталья пишет, я использовал это уже как прелюдию. Ну, да, то есть, это уже очень сильный намек и сможете ли вы отбиться потом от мужчины, я даже не знаю. Даже учитывая, что у нас достаточно холодная страна, Россия, вот, если бы вы где-то это сделали в Италии или в Испании, вы бы точно домой не дошли. Вот, ну, в общем-то, и в России это сильно подействует. Вот, даже не знаю, следующий сигнал показывать, потому что он будет еще сильнее и там еще дальше сильнее. Как стоит вам раскрывать этот секрет или нет? Давайте, давайте, конечно, это еще не все. Нет, конечно, любовь. Нет, у нас еще тут штучки, собственно, две осталось, но две очень сильных, очень сильных. И, в общем-то, они, собственно, больше инфы, перейдем к практике. Светланды, я же говорю, надо практиковаться вот прям по ходу. я рассказываю, а вы сразу пробуйте вот это все делать перед зеркалом, чтобы посмотреть на себя. Я даже не могу предположить, какого еще формата может быть практика, только если вы сейчас видеокамеру включите, и мы все посмотрим на то, как это у вас получается, вот, зеркало будет возбуждаться. Ну, зеркало будет возбуждаться обязательно, даже учитывая, что оно среднего рода. Легко. Вот, Светландам предлагает сейчас показать, как она эти скрытые сексуальные сигналы может проявлять. Вот, я даже не знаю, есть ли такая возможность на самом деле. Или это все-таки шутка? Запись вебинара с четкими инструкциями нужна. Тогда и потренируемся. Ну, вот, четкие инструкции, в общем-то, сделать так, сделать так, сделать так. Все просто. Мне кажется, четче даже некуда. Если только я начну уже непосредственно говорить, что сделайте вот это. Ладно, давайте дальше двинемся. Go on, конечно. А, с собой всегда. Ну, можно, да, в принципе, как распечатку сделать себе и периодически использовать. Вот, два сигнала сейчас будут, которые уже непосредственно на стадии общения идут. Если вы общаетесь с мужчиной и ну, он как-то не понимает, что вам бы хотелось продолжать отношения в более интересном формате. Первое это сближение, то есть вторжение в личную зону. Да, и заламинировать, конечно, чтобы вообще как отче наш было. Вторжение в личную зону. Что это такое? У каждого человека есть определенные зоны. это ну, все, наверное, слышали протокол парня, как Alan Peace, который, собственно, и предложил, ну, популяризировал, что ли, в России вот эти жесты, общение с помощью жестов, невербальное общение и так далее. Как читать мысли людей с помощью этого. Вот там в его книге был раздел о науке, который называется, по-моему, проксемика. Ну, то есть пространственное расположение, близость партнеров и так далее. И там говорится о том, что для американского народа 40 сантиметров, от 0 до 40 сантиметров это интимная зона, входя в которую, входить, точнее, в которую может только очень-очень близкий человек, либо сексуальный партнер. И если вы входите в эту зону ближе 40 сантиметров, то таким образом этот намек проходит на уровне подсознания или даже может быть на уровне сознания мужчины и он понимает, что пора переходить к чему-то новому в отношениях. Для того, чтобы не слишком это открыто делать, не слишком явно, а больше в женском стиле, стиле намек, вы можете делать быстрые прикосновения к мужчине. Возможно, вы даже замечали, что общаясь с интересным мужчиной, вы прикасаетесь к нему. Периодически либо по плечу его похлопаете, либо по руке до руки дотрагиваетесь. Скорее всего, вот так и было у каждой девушки. Бывало, да. Вот. И такие прикосновения надо делать как можно чаще. И при этом слегка приближаться, иногда вторгаясь в эту личную зону. Можно не обязательно даже прикасаться, можно наклоняться поближе к мужчине, можно что-то ему прошептать на ухо и так далее. Можно что-то потрогать, какой-то элемент его одежды. Не важно. Всё это будет работать на вас. Это говорит о том, что ты попался. Ну да. В общем-то, это уже говорит о том, что вы хотите быть ближе к нему. И опять же, надо чуть больше намёков делать, чем обычно делают девушки. В количественном плане. Кто будет ламинировать это потом и сохранять с собой, напишите себе не меньше пяти-семи раз, пока мужчина не поймёт. Вот. Тут речь об этом идёт больше. Ну и да, вот я уже сказал про прикосновения. Да, это самый, наверное, сильный сексуальный сигнал, который может быть тут даже сближение, я смешался с прикосновением. В общем-то, да, чуть менее интенсивное это сближение, именно приближение к человеку, а самое интенсивное это прикосновение. Когда прикоснулись, уже вот, как говорят, эскра прошла или там заряд прошёл между нами. Вот, вот что бывает с мужчиной, вот что бывает с женщиной, когда первый раз там второй, третий они соприкоснулись друг с другом. Вот так. Вот на этом я предлагаю остановиться с сексуальными сигналами. Мне интересно, что вы поняли из данного вебинара, что вы хотите спросить может быть у меня. скажу ещё, что надо делать все эти сигналы искренне, потому что если вы неискренне это делаете и мужчина к вам подошёл, заметив сигнал, то он быстро поймёт, что вы к нему хладны, либо вам будет некомфортно с ним. В общем-то делать это только тогда, когда есть интерес реальный. и если вас вдруг даже поймали на том, что вы сделали сигнал, и вам подходят и говорят ага, вы меня соблазняете, ну и что, вы всегда на это можете сделать круглые глаза и сказать да правда что ли, да разве такое было, и как угодно после этого проверять уверенность мужчины какими угодно вопросами и так далее, и какими угодно посылами это будет как продолжение той игры которую вы уже затеяли вот если вы вдруг стесняетесь как-то сделать этот сигнал то я уже объяснял что это в общем-то природное и более того каждый мужчина в общем-то мечтает о том чтобы его так соблазняли по большому счету проверять уверенность мужчины в чем спрашивает Ксения ну в том насколько он вообще хочет с вами отношений то есть он к вам подошел а вы его как бы отбрасываете отпинываете таким образом вы проверяете его уверенность вы проверяете его готовность к отношениям с вами его желание вообще быть с вами вот Елизавета пишет что информация классная иногда нужно структурировать то что делаешь интуитивно дабы потом сознательно конечно вы потом уже можете любой из этих жестов применять в практике пару раз действительно прокрутите в голове попробуйте вот прям по написанному может быть выпишите себе куда-то спасибо пишет Ксения спасибо и вам Анна пишет когда я вижу симпатичного мужчину сразу проскакивают мысли а вдруг он женат а я тут буду ему улыбаться и глазами стрелять как определить что я ему интересно ну как определить что он женат я думаю тут все просто у нас есть кольца у всех кто женат вот а те так а как определить что я ему интересно ну если он на вас смотрит с интересом наверное вы ему интересны ну кстати мужчина вот в России трудно даже определить его интерес потому что зажатые закомплексованные и искренне посмотреть тоже боятся но так же точно сидеть стрелять на вас глазами они в любом случае будут если вы ему интересны я думаю ответил на ваш вопрос задавайте еще вопросы я буду рад общению живому на улыбочку спасибо вот то есть вы даже может быть если вы ему неинтересны до этого были а проведя пару таких сигналов вы ему тут же становитесь интересны тут же речь ишла изначально о том что как стать самой сексуальной то есть если вы желаете создать себе имидж такой сексуальный привлекательный что на вас будут смотреть мужчины то вы его легко можете создать этими жестами так светлана пишет интересно спасибо можно еще об искусстве обольщения мэйби из искусства гейши или другое вот светлана если говорить об искусстве женщин гейши то есть там немного у меня в курсе но это все на сайте уже изложено в общем-то в рамках данного фестиваля я не могу рекламироваться вы можете зайти на сайт www.atolin.info и посмотреть там там есть эта информация в разделе курса вот елизавета пишет а загадочность как создается в виде сигналов или это одно и то же сексапильности дело в том что загадочность она опять же воспринимается на неком невербальном уровне о котором сейчас и шла речь то есть ваша загадочность это ваши жесты ваш взгляд который когда вы стреляете глазками когда вы играете прикосновением или же наоборот оттолкиванием мужчины это и есть загадочность по сути вот если говорить о загадочности когда вы не знакомы когда вы знакомы там уже может быть какие-то вербальные техники что-то с речью связан вот то есть не совсем одно и то же сексапильностью но есть общие черты есть общие знаки анна пишет если мужчина подходит и предлагает познакомиться как ответить чтобы он не потерял ко мне уважение надо ли ломаться или с готовностью согласиться так вот не совсем понятно про уважение почему он должен потерять к вам уважение в зависимости от вашего поведения тут Анна это уже вопрос опять же внутренний ваш какой-то насчет уважения то есть вы можете вести себя как угодно можете ломаться можете сразу согласиться дело абсолютно ваше вот уважение из-за этого оно точно не потеряется или не приобретется настолько прям насколько вы думаете так Ксения пишет а если эта самая сексуальность проявляется безадресно просто когда идешь по улице как объяснить конкретно мужчине что я просто гуляю не хочу с ним знакомиться ну тут представляется такой вариант вы идете сексапильное по улице и к вам пристает какой-то негативный человек вот для этого есть тоже определенная техника которая разбирается опять же на курсе я нашел ее я протестирую ее и она работает действительно так что опять же все на сайте www.atollin.info и так Любовь вот тот же самый вопрос хотел спросить Валенсия как в метро как в метро их использовать да точно так же вы же там в зоне видимости мужчина ну того который вам интересен вот то есть точно так же смотрите смотрите на него и используйте какой-либо из сексуальных сигналов скорее всего если кто-то даже заметит из других мужчин то что вы проявляете этот интерес он увидит что вы смотрите на определенного мужчину и тогда в общем-то все вопросы к вам будут сняты вряд ли самцы так сразу начнут прям драться аксения пишет здорово и просит прощения у любых почему-то так а ну да насчет вопроса то что перебили но вот насчет этого вопроса да я понимаю что есть такие негативные элементы от которых лучше избавляться и поэтому собственно есть такая техника но она уже вот не в рамках данного вебинара она уже выходит за предел так что у нас тут вот собственно я это не обязательно негативный персонаж бывает и порядочный мужчина ну а зачем тогда от порядочного избавляться непонятно так вот давайте пока на этом слайде остановимся потому что нет желания ознакомиться ага ну тогда та же самая собственно техника и будет использоваться то есть легко очень отключает мужчину за 3-5 минут он потеряет интерес к вам также точно на невербальном уровне в принципе вы это тоже все используете и знаете прекрасно даже лучше меня так что я думаю ответ у вас уже есть по большому то счету Ксения пишет да просто неинтересен лично мне например ну вот да ну то есть то же самое примерно что у Любы либо не ну либо неинтересен да либо нет желания знакомиться или нет необходимости да все то же самое все один к одному то есть метод один будет один и тот же ну это конечно не звать милицию но так гораздо интереснее вот так прокомментирую прежде чем закончится вебинар метод метод тоже вот я намекнул уже собственно по поводу метода это тоже из невербальных техник то есть тоже вы делаете телом определенные вещи вот и все все просто так приглашаем принять участие в конкурсе расскажи о фестивале и получи сертификат на платные вебинары тренеров фестиваля вот таким образом можно получить сертификаты которые позволяют так определенные скидки но вот мне видно только первую верхнюю часть за первое место 3000 рублей вот вы можете с помощью портала вебинар маркет получить с легкостью данные данные призовые места данные призы денежные итак уважаемые девушки спасибо вам всем огромное за участие я желаю вам быть самыми сексуальными самыми сексапильными и самыми любимыми такими же любимыми как моя милая розочка которая здесь присутствует и также я желаю вам пользоваться этими методами о которых я рассказал я желаю вам спокойной ночи приятных снов и еще раз благодарю за участие и благодарю портал вебинар маркет и ларису за то что предоставили возможность выступить перед вами спасибо ксения спасибо елизавета спасибо алина анна наталья спасибо любовь спасибо роза спасибо спасибо всем кто принимал сегодня здесь участие надеюсь что встретимся еще на следующих моих вебинарах спасибо 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 Продолжение следует...